Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня суд Советского района также начал рассмотрение уголовного дела по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Оно произошло в октябре прошлого года. К перекрестку улиц Междугородний и Лазурный был направлен ближайший экипаж ГАИ. Однако через некоторое время водитель пострадавшего авто сообщил, что второй автолюбитель пьян и пытается скрыться. Экипаж ГАИ, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, выехал на полосу встречного движения, где ему уступали дорогу. Но при повороте с улицы Объездной на Лазурную служебное авто столкнулось с БМВ. В результате чего машина ГАИ ударилась об осветительную мачту и вылетела на обочину. Пограничники и милиционеры пресекли канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Правоохранители задержали 23-летнего парня в Мозыре. При себе у него был психотроп около 500 граммов. В Беларусь молодой человек приехал на автобусе Санкт-Петербург-Гомель-Мозырь. На сайте Госпогранкомитета сообщается, что стоимость партии такого объема на черном рынке составила бы около 20 тысяч долларов. За незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Представлялись начальством и выманивали деньги у сотрудников магазина. Правоохранители Гомельского региона установили личности мошенников и задержали их в Минске, когда они заселялись в съемную квартиру. На уловки аферистов мужчин 1986 и 1989 годов рождения попались сотрудники двух гомельских магазинов. Звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали торговые объекты. Они требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Сначала заведующая точка по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнены реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сейчас устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Они могут быть причастны к аналогичным преступным схемам в Минске и Орше. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова